Следующий вопрос это право выбора клиники и врача в амбулаторных условиях. Это, пожалуй, один из самых распространенных вопросов среди наших пациентов. Бывает несколько ситуаций, в которых может потребоваться посещение других медицинских организаций, то есть не своей поликлиники прикрепления. Чаще всего пациенты обращаются за консультацией узких специалистов или для диагностических услуг. Бывает так, что в поликлинике прикрепления отсутствует нужный специалист, либо очередь к этому специалисту составляет более 10 дней. Также есть случаи, когда пациент привык обращаться к одному и тому же врачу по поводу своего заболевания или настоятельно просит направление в клинику, которую ему порекомендовали близкие. Во всех этих случаях маршрут пациента будет следующим. Пациент обращается к своему участковому врачу, получает направление в другую медицинскую организацию и записывается самостоятельно там на прием, посещает врача и получает соответствующие документы уже на руки о приеме. Опять же здесь нужно отметить, что услуги можно получить, некоторые услуги можно получить и без направления участкового врача. Это если у пациента травма или неотложное состояние, если пациент обращается за стоматологической помощью, при обращении пациента к дерматовенерологу в специализированных центрах, если пациент обратился к узкому специалисту по подозрению на онкологическое или гематологическое заболевание, также не нужно будет направление, при обращении пациента к гинекологу или психологу по месту прикрепления в своей клинике, если пациент обращается в молодежный центр здоровья, при повторном обращении пациента или при подозрении на новообразование, если пациент обращается в профильный Медцентр для динамического наблюдения своего заболевания и при получении медицинских услуг в медицинских поездах или передвижных медицинских комплексах. Во всех этих случаях пациент может самостоятельно записаться в клинике, куда он хочет пойти и получить эти услуги, прийти на прием к назначенному времени и получить соответственно медицинскую услугу. Нельзя не упомянуть про услуги, по которым пациентам не смогут выдать направление в другую клинику. Это все услуги, которые предоставляются участковой службой. Здесь прием психолога по месту прикрепления, участкового врача, медицинской сестры, акушерки, патронаж, актив, иммунизация, профилактика, здоровый образ жизни, школы здоровья различные и некоторые диагностические исследования. Что касается стационарного лечения, то при получении планового лечения можно выбрать клинику и уже когда пациент проходит лечение в этой клинике, можно выбрать другого лечащего врача. Важно знать, что стационар не сможет перенаправить пациента, уже поступившего к ним на лечение. Это также касается услуг реабилитации, палеотивной помощи, программного гемодиализа и других услуг. Если пациент оформил госпитализацию для получения этих услуг, то взять направление в другую клинику уже не получится. Продолжение следует...